Карантин карантином, а жизнь продолжает идти своим чередом. Помимо больных коронавирусом, есть люди, которым для поддержания жизни необходима донорская кровь. И главное отделение службы крови в Махачкале обеспокоено. Из-за введенного режима самоизоляции запасы крови могут иссякнуть. Они обратились к дагестанцам не оставаться в стороне. Для того, чтобы люди свободно могли сдать кровь, приняты особые меры. Какие именно узнавал Хамзан Нурмагомедов? На всю республику в день обычный мы принимаем 70 доноров. 70-100. Но в связи с этими событиями в последние дни мы принимаем 25-30. Это для республики мало. Поэтому просим сознательных граждан и наших доноров, пожалуйста, слежитесь с нами. Каждого обратившегося донора на спецмашине привозят в службу крови. Мы сейчас покажем вам, как это все происходит. Без бахил и защитной маски нас не впустили. Сразу же у входа электронным градусникам измерили температуру. Очень удобно, кстати. Он сразу показывает температуру у нашего донора. А сколько еще менять? Сейчас у вас 36,2. Температура в норме отправили заполнять анкету. После спросили о самочувствии и измерили давление. Далее врач определяет объем собираемой крови и направляет на донацию. В среднем донор за один раз дает 400-450 миллилитров крови. Ее максимальный срок годности – 42 дня. Поэтому запасы крови постоянно должны пополняться, даже в условиях карантина. Как нам сообщили врачи, специалисты, в лаборатории принимают только 5 человек. Укладывают через каждое кресло, чтобы соблюдать все меры предосторожности. После сдачи крови донор выбирает для себя либо бесплатно пообедать, либо получить деньги в размере 500 рублей. Но самое главное – мотивация чувства радости, что твоя кровь спасет чью-то жизнь. От начала моего пути, как только я зашел в службу крови, у меня это заняло где-то минут 20-25, в условиях такой тяжелой жизненной ситуации, когда распространяется подыме коронавируса, все находятся дома, эта кровь действительно в очень ограниченном количестве. И сдав кровь, один человек спасает три жизни. И у нас есть эта возможность, все меры безопасности соблюдаются. Поэтому, кто желает, может сделать это доброе дело. Чтобы сдать кровь, можно обратиться по номеру, который вы видите на экране. Вас не только привезут на станцию переливания крови, но и отвезут обратно. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.